МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По итогам первой половины недели российские фондовые индексы вновь продемонстрировали нисходящую динамику. Индекс ММВБ потерял 1,9% до отметки 1838 пунктов. Его долларовый аналог индекс РТС потерял более заметные 2,3% до 1014 пунктов. Фьючерсы на нефть марки Брент по итогам первой половины недели подешевели на 3 с небольшим процентом, отступив ниже 47 долларов за баррель. Золото к закрытию среды прибавило 0,6%, закрывшись в районе 1278 долларов за тройскую унцию. Доллар за три торговых сессии подорожал на 0,5% до 57 рублей 20 копеек. Евро прибавило 1,1%, закончив торги среды в районе 64,5 рублей. Из российских бумаг инвестиционные специалисты рекомендуют присмотреться к акциям Московской биржи. После публикации операционных результатов за май в акции Мосбиржа вернулся спрос инвесторов. Важно отметить, что объемы торгов в мае оставались довольно неплохими по сравнению с апрелем. На валютном и денежном рынках объемы в мае оставались на апрельских уровнях. В акциях и производственных инструментах, несмотря на традиционно низкую активность инвесторов в мае, объемы выросли на 3-4%. По акциям Мосбиржи актуален восходящий тренд на часовом интервале. Текущие уровни привлекательны для открытия длинных позиций с ближайшей целью 108 рублей, далее 115. Защитный стоп-приказ на продажу целесообразно разместить на минимальном значении цены от 7 июня этого года. Удачных вам инвестиций! Редактор субтитров А.Семкин